Здравствуйте! Мы начинаем серию занятий по логике, основанную на учебнике для средней школы, всего лишь, вроде кажется, Виноградова. И учебник, на самом деле, очень интересный. И, например, люди моего поколения, они в школе уже логику не проходили. А логика, как оказывается, она требуется и в быту, и на работе, и в учебе, и в общественной жизни. И логика, она, собственно, изучает правильное построение мыслей для того, чтобы нас понимали, чтобы мы могли выходить победителем в каких-то дискуссиях, спорах. Они должны быть обязательно правильными, определенными, непротиворечивыми, последовательными и обоснованными. Для всего этого нужна обязательно база, какое-то содержание мыслей, конкретные знания. Без вот этой базы, если человек не понимает, о чем он говорит, ну, соответственно, мысли его будут путаны, неясны, и цель коммуникации не будет достигнута. Прежде всего, определить для самих себя, на какую тему наши мысли не структурируют. Очень хотелось бы поговорить, очень хотелось бы прояснить, но недостаточную ориентированность. Получается, что для того, чтобы человеку ясно мыслить, обязательно нужно понимать, в чем, как базу. Для себя выбирать, на какую тему я готов разговаривать, почему мы так узкоспециализированы на сегодняшний момент. Когда мы знаем часть, части чего-то, то мы, в принципе, можем что-то обсуждать, потому что мы имеем базу. По-другому сказать, почему люди так много обо всем говорят, и речь у них льется. Но как только нужно заводить разговор о чем-то конкретном, где должна быть последовательность причинно-следственных связей одной из другого, вытекающих, донесена до собеседника или до других людей, у нас начинаются определенные заморочки. Потому что мы не представляем, мы не изучаем, мы не учим, мы имеем очень поверхностное какое-то знание на тему того, что хотелось бы сказать. Почему? Он говорит, не надо никогда говорить о том, чего он не знает. Вас обязательно поймают. И это будет несоответствие, получается, мысли, слова и действия. Думают люди одно, говорят они другое, а делать придется совсем третье. Выходить из не очень приятных ситуаций, сложно, а вот сознание — это наше духовное состояние. Это то, с чем мы в своей жизни справляемся. Наше сознание, то, что мы знаем, умеем, то, что наши мысли устроены, мы никогда не осознаем на тему того, что мы живем в мире каким-то построенным. У нас есть земля под ногами, да, у нас есть условия погодные, природные, там, вообще человеческие. Кто-то это все построил. Ну, что мы находимся в системе, получается. Значит, в системе более высокого порядка. По-другому сказать, в гостях. Но крайне редко мы на эту тему задумываемся. Дальше мы в этой системе, находясь в гостях, как любой из нас на совсем бытийном уровне, ну, по крайней мере, должен уважительно относиться к этому, да? Уважительно относиться, может, к чему-то человеку, когда он знает, сколько усилий там вложено. Вот я иду сверху вниз, логически рассуждаю. Когда я понимаю, что кем-то созданы условия, на это потрачено время, силы, преобразование, да? Значит, я это начинаю, ну, по крайней мере, уважаю. Если уважаю я, меня туда пригласили, я там, ну, по каким-то причинам оказалась, значит, я буду уважать себя. Если я буду уважать себя, значит, первое, я всегда буду говорить о том, что спасибо вам огромное за то, что я живу. Спасибо себе огромное за то, что я могла с этим справиться и разобраться. Я училась, это мое терпение, внимание, как и любого другого человека, да? Тогда я все сделаю возможное, чтобы как можно дольше поддержать данные условия, которые устраивают меня, устраивают создатели этих условий. И тогда я точно знаю, что я справлюсь. Это называется уверенность. Так вот, логическая распаковка любой ситуации, она подразумевает, что человек точно понимает, где он, кто он, по какой причине он там находится, какое отношение он к этому ко всем будет. И сказать, рассказать, объяснить или представиться, он может только так, кушенька. Ну, в таком случае у него будет, ну, когда он в таком ключе мыслит и развивается, у него всегда будет вот эта база, с чего он будет... Он будет понятен. Будет понятен. В первую очередь себе и остальным, соответственно, тоже, потому что он сможет ясно излагать то, что в голове. А вот теперь посмотрим, если всё-таки логика не работает у человека, то обязательно какой-то одной из... Какого-то одного шага, да, или одной батарейки, как проще сказать, нет. Есть неясная мысль, и нет логики слова. Значит, человек просто замолкает и ничего не говорит. А мысли у него будут без чего? Мысли будут без ответственности за свои слова. Значит, ответственность будет на кого-то перекладываться. Ну, получается, у нас опять будет работать первая, третья и вторая, четвёртая батарейки. А если много раз проиграл? Если много раз проиграл, то будет болтать ни о чём, получается. Забалтаю. Чтоб никто не догадался. И будут две крайности. Молчун-болтун, получается. Как логика проявляет себя, если понимает, как структуру. Где недостает у человека какой батарейки. Получается, что у молчуна он будет проскакивать вторую батарейку. У человека, у которого не структурированы мысли, это невроз. Он не может остановить. Огромное количество всевозможных вариантов крутится без конца.